Всем привет! С вами Стас, и несколько раз у меня спрашивали, когда будет прямая бочка. Еще, как я понял, всем нравятся реакции. Я решил все это дело совместить, и еще совместить это с возвращением к истокам, к той программе, с которой все начинали. Точнее, не совсем с нее, но почти. Сегодня у нас будет распаковка, реакция, прямая бочка, просто муах, а не видео. Вот что сегодня у нас будет. Это программа Dance EJ 3. EJ это фирма, которая делала тот самый HipHop EJ, с которого начинали все ваши кумиры, в том числе и я. Ну, правда, я не ваш кумир, но, тем не менее, я с него начинал. HipHop EJ 5. HipHop EJ 6 я никогда не пробовал, но, тем не менее, это довольно тоже популярная прога. Если вам понравится это видео, то мы обязательно снимем видос и про HipHop EJ 6. А пока давайте посмотрим, что это за диск. Это распаковка. Вы можете увидеть, что здесь стоит цена 39 рублей, что не очень много по современным меркам, и даже когда я ее покупал, это было немного. Покупал я ее, честно, не знаю когда, где-то, наверное, в 2009 или 2010 годах, потому что диск старый, он не открытый, это издательство Бука, он лицензионный. То есть специально для этого видео мне пришлось подключить CD-ROM. Вот на такие жертвы я иду ради вас. Так, давайте посмотрим, что тут написано. Для начала надо, наверное, диск открыть. Вскрытие просто реликвия этому диску примерно, примерно 10 лет, представляете? Давайте открываем. О, новенький диск CD. Понимаете, это не DVD, это именно CD. Тут 600 мегабайт памяти на этом диске. Шок просто по современным меркам. Когда у каждого в телефоне, начиная там, наверное, от 32 гигабайт памяти, вот он немножко треснут, но он лежал долгое время, пылился где-то в недрах дома. Посмотрим, что внутри. Смотри, CD, внутри CD. Вот. Вообще. Ой, штучка отвалилась. Вот вообще, жиза. Да, постоянно же эти штуковины отваливаются. Или вы с этим... Напишите в комментариях, если у вас тоже постоянно разваливаются вот эти держатели дисков, которые были внутри коробок. Потому что я помню, когда я был школьником, я постоянно сталкивался с такими вещами. Вот. Ну, сзади обложки ничего нет. Видимо, это не коллекционное издание. Давайте посмотрим, что нам предлагает производитель здесь вот. Вот тут вы можете увидеть подробное описание. Сейчас мы с ним ознакомимся. Итак, 32-трековый микшер, музыкальный аниматор, 5000 звуковых сэмплов, то есть лупов. Грув-генератор 3, который позволит нам создать свой собственный бит. FX-студия, позволяющая менять модуляцию звука. Хорошо. Wave-редактор, усилитель, там, стретчер и так далее. Но, мне кажется, что самое интересное здесь, это системные требования. Потому что здесь сказано, что операционная система Windows 95, Millennium 98 и 2000. То есть, представляете, Windows 95, 98, Millennium 2000. Вот, 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 если кто-то из вас пользовался хоть раз Windows 2098, 95-й Windows на своем компьютере у меня никогда не было. У меня был 98-й, был Millennium и был 2000. Если вы застали хотя бы один из этих Windows, ставьте лайк. Ну, я не знаю, ну, просто. Процессор Pentium 2 300 мега... 300 мега... Ооо, шок-контент. Как это было давно, серьезно. В телефоне у каждого производительности, наверное, больше в два раза, как минимум. 64 оперативки. Ну, это тоже серьезно. Короче, сейчас эту прогу по производительности можно запустить, блин, хоть на холодильник. Место на жестком диске 170 мегабайт. То есть, программа с запасом помещается на этом диске. В общем, вот мы его распаковали. Посмотрели, что это красная, красивая коробочка с диском внутри, который чистенький, свеженький. Ни единой царапки нету на этом диске. Просто... Я таких дисков в руках не держал, наверное, тысячу лет. У меня до этого дня, два с половиной года, был отключен CD-ROM. К слову, эта же компания Бука издала эту софтину у нас. И, помимо всего прочего, Бука издавала довольно много интересного софта. Вот я точно знаю, что они издали там всякие Штирлиц, Штырлиц, Василий Иванович и Петька, потом Сибирь. Короче, у Буки все в порядке. Но, возможно, это было темным пятном на ее истории. Так давайте же, давайте же, давайте же, мы наконец-то вставим этот диск в дисковод. Если он заведется на десятке, то это будет чудо. Давайте сделаем это. Так, вот он момент истинный. Делаем открыть, наверное, Danze J3. Что? Ты еще лет не слышал этого шума дисковода? Наверное, нам нужна полная версия, я не знаю. И сейчас будет некоторое время ожидания установки. Блин, смотрите, тут дата изменения 2001 год. То есть у нас в руках софт, которому 18 лет. Половины моих зрителей, наверное, не было, а этот диск уже существовал. Вы только подумайте. Вот эта штука, возможно, старше вас. А может и нет, я точно не знаю. Короче, если вам этот ролик понравится, как я уже сказал, то мы с вами и попробуем поковыряться в хип-хоп EJ6. Это будет тоже интересно, потому что я этой софтиной никогда не пользовался. И вот попользуюсь. 85% установки. Сейчас будет топ-контент. Это просто, ух. Хотите запустить программу? Да спрашиваешь еще. Конечно, хочу. Вот мне интересно, он сходу заведется или нет. Так. О! А! Круть! Ща, ща, где мои наушники? Ща мы с вами выясним, что тут кого. Просто топ-эд-либы. Войстек себе сделает из этого. В 2001 году нормальные пацаны уже использовали автотюн, а вы начали только сейчас. Это несерьезный уровень. Так, давайте, где тут кнопка новый проект? Мы будем минимал делать сейчас. Это же саундтрек «Сексу в большом городе». О, рэп тут есть. Ну, интерфейс, конечно, да. Ладно, короче, я пока что займусь тем, что буду все это прописывать. Вы никуда не уходите. Через пару секунд буквально вы услышите что-нибудь интересное. Тут некоторые сэмплы из того, что предлагает нам Данс и Джей, можно использовать в нормальном трэпе или современной музыке. Прикольно звучит. Но это же серьезно. Это звучит как какой-нибудь нормальный современный луп. По-моему, это звучит как нормальное такое вступление для какого-нибудь из битов саусайда. И еще вот большой минус. Я не могу подрезать конкретный вот кусочек. Я вот хочу, чтобы он здесь обрубался, потому что, как я это обычно делаю, но я не могу это сделать. Это очень разочаровывает. Не буду покупать Данс и Джей 4 даже за 49 рублей. А, вот! Класс! Можно, оказывается. Блин, тут, оказывается, просто неудобно это реализовано. Осталось только выяснить, как тут поднять громкость отдельного. А, во, нашел. Так, нам нужно поднять громкость тика. Он у нас на четвертой дорожке. Вот так делаем просто и все. Стоп! Нам нужен еще один, еще один бридж. Ладно. Вы поняли, короче, это очень забавный софт. Вот такой вот получилась забавная штука. Не знаю. Потому что в этой программе я особо никогда не работал. Я всегда пользовался хип-хоп 5. Если вам интересно посмотреть на то, где я делал беты, то сообщите об этом в комментариях. Вот такое вот видео получилось. Оно как бы просто так, просто забавное видео. Короче, это был филлер. Если что, если вам понравилось, то ставьте лайк. И я буду делать почаще такие видео, типа которые... Суть которых будет в расслабоне, что-нибудь поковырять, что-нибудь посмотреть, что-нибудь вскрыть. Конкретно сейчас мы занимались Dance EJ 3. Напоминаю, EJ это контора, которая делала просто топовые программы для своего времени. Когда я был школьником и не знал, что такое FL Studio, я ковырял хип-хоп и джей. И мы сделаем разбор хип-хопа джей 5 или хип-хопа джей 6. Мы это обязательно сделаем. А пока давайте еще раз насладимся этим треком. И спасибо за просмотр. Меня зовут Стас. Поставьте лайк этому ролику, если вы этого еще не сделали. Напишите комментарий о том, пользовались ли вы Windows 98, 95, Millennium или 2000. Ломалась ли у вас эта хреновинка, про которую я спрашивал, вот здесь вот у дисков. Потому что это для меня вообще жиза. Еще раз большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Послушаем. Продолжение следует... Продолжение следует...